Работы по капитальному ремонту фасада начались 1 июня. Сначала его зачистили от старой штукатурки и краски, выровняли поверхность стен, после чего полное обновление коснулось каждой фасадной части здания. Администрация школы всегда уделяла им особое внимание. Последний раз капитальный ремонт фасада здания проводился где-то в 2008 году. В остальные годы директора художественной школы своими силами поддерживали здание в приличном состоянии, потому что понимали, что это центр города, памятник архитектуры. Здание, где располагается детская художественная школа – памятник историко-культурного наследия. Оно было построено еще в начале 20 века, а потому к ремонту подрядчики относились с особым трепетом, чтобы не повредить оригинальные элементы фасада. Сложности были в том, что здание довольно-таки старое, и попадание влаги внутрь здания приводило к разрушению фасада. Приходилось отбивать очень много, штукатурить, вставлять сетку. Гарантийный срок – три года. Если за это время выявятся какие-либо недочеты, подрядчик обязуется их устранить. Это что касается работ снаружи, а вот внутри сотрудники художественной школы справляются своими силами. На средства из вне бюджетных источников было отремонтировано несколько классов для теоретических занятий. Причем старались сохранить как можно больше исторических деталей, например, лепнину на потолке. В библиотеке художественной школы также проходят занятия. Здесь дети знакомятся с биографией и творчеством великих художников. Кстати, книжный фон библиотеки очень богат. Здесь более 4000 экземпляров книг. Здесь тоже освежили интерьер, покрасили стены, немного обновили фонд книг. А они здесь на самые разные темы. Это и энциклопедии, и исторические тома, и коллекционные издания. На ближайшее время планы тоже грандиозные – полностью отремонтировать выставочный зал от пола и до потолка. Заменить окна на пластиковые, а также поработать с освещением, добавить подсветку для каждой картины. Место, в котором создаются шедевры, должно быть уютным и комфортным, уверены сотрудники школы. Создавать такой комфорт планируют также своими силами. Яна Ильина, Олег Осипов, Александр Щеднов. Область новостей.